Все в аудитории, кроме меня, понимают, про что идет речь. Ребята подготовились, но они все это переработали на свой язык. Но они весь материал дали в полной мере, тесты все сделали, все хорошо. И я понимаю, что, ну что же, сейчас пора уже искать тех, кто будет разговаривать на том языке, на котором студенты понимают. Мальчики-спортсмены делают это лучше, чем я. Поэтому вот здесь возраст, который требует сотрудничества, совместной жизни. Ну, есть такой термин «событие». Мы вместе проживаем то, что делаем. И этот возраст для вас, условно, должен стать опорой для работы с маленькими детьми. Или с более маленькими детьми. Мы в свое время вообще детскую команду разные программы каждый год делаем. И в один год мы сделали таким образом, что сначала мы старшие отряды учим работать, а потом они организуют все мероприятия, которые проходят на смене. Они идеально все провели. И это было всем интересно. Младшие отряды за ними гуськом бегали, потому что они старшие. И тут им проявили внимание старшие отряды, и они же готовы были в лепешку разбиться, чтобы сделать то, что хотят старшие отряды. А те, кто младшие и подростки, ну, они просто ходили кум-королем, потому что им тут внимание уделили. Старшаки и все. И все мероприятия проходили гениально. Правда, нам пришлось разрешить детям делать то, что обычно в лагере не разрешено. Нам пришлось в какие-то дни сдвинуть отбой до 12 часов у старших, потому что они решили там в ночной дозор поиграть, а в Северном Артеке в июне ночной дозор в 7 часов. Это все равно, что утренняя зарядка. Поэтому на какие-то вещи нам пришлось пойти на уступки. Но согласитесь, что в этом возрасте интересно то, что нельзя. Или то, что можно взрослым. Поэтому ищите те формы работы. Ну, господи, ну, отложили мы там отбой до 12 часов, ну и чего. Ну, или разрешили мы им там сходить на берег на картошку до 11 часов. Ничего страшного с ними не произошло. И подъем в следующий день был все вовремя. То есть нужно искать какие-то героические поступки, какие-то такие вещи, которые позволят им почувствовать себя взрослыми. Для кого-то это просто поиграть с младшими. Ты, вот я тебе доверяю. Для кого-то это вот такие героические какие-то вещи, что никто кроме тебя как-то. И так далее. Поэтому вот формируется собственная точка зрения у детей в этом возрасте. И она не всегда совпадает с вашей. И здесь необходимо находить общий язык. То есть на самом деле, с одной стороны, это очень для вас помощники, а с другой стороны, с ними нужно уметь ладить. И не каждому это дано. На самом деле, работа с каждым возрастом – это особые возможности человека. И не все, кто работает с детьми 5-8 лет хорошо. Хорошо будет работать и с 9-11, и с 12-15. Поэтому ищите аниматоров, у которых есть разные возможности. Есть, конечно, гениальные люди, которые все равно с каким возрастом работают. Они с этими так, и с этими так. Ну, здорово, вам повезло. Но, как правило, у каждого человека есть свои приоритеты. У меня больше и лучше получается с маленькими. А кто-то говорит, а у меня, вот я только со старшими, а с маленькими вообще не могу. Поэтому ищите тех людей, которые чувствуют психологию данного возраста и умеют с ними обращаться. Самооценка, самосознание, свое место среди сверстников и взрослых. Вот эти вещи все происходят с этими детьми. Но нам нужно учить детей взаимодействовать с другими детьми и со сверстниками. В этом возрасте вот тоже такая проба сил. Сначала они хотят быть похожими на всех. Это такой 11-12 лет, такой возраст, когда я как все. А вот чуть старше, вот 14-15 лет, это стремление у ребенка быть не как все. И тогда к нам приезжают Эмма, тогда к нам приезжают все, кто не в поводе. И мы получаем вот такую группу детей, с которой ничего. Ну вот как-то так. На самом деле, да интересно это. Они способны уже в этом возрасте индивидуально, способны противостоять мнению окружающих. То есть они, конечно, готовы работать и в команде, и они очень активно группируются в этом возрасте. Но девочки больше дружат вдвоем, лишь иногда образуя какие-то группы девочек. То мальчики, как правило, дружат группами. У них не так часто встречается вот эта дружба вдвоем, хотя это тоже бывает. Но вот склонность, конечно, к таким мальчишеским командам, это тоже нужно учитывать. А девочки, они в это время уже больше такие одиночки. Ну не одиночки, а по парам дружат. Их это больше интересует. Они могут влиять друг на друга, анализировать, обосновывать свои поступки, свои действия, действия других. И в этом возрасте очень полезно, кстати говоря, заниматься рефлексией. Если вы включаете детей в эту работу у себя на национальной площадке, то обязательно с ними анализируйте их работу, вашу работу. Спрашивайте у них совета. На самом деле эти дети очень часто советуют очень хорошие штуки. И то, что там кажется непреодолимым, как из этой ситуации выйти и так далее, дети предлагают очень простые и интересные способы выхода из ситуации. Поэтому учить анализировать, учить аналитической деятельности, здесь уже можно и нужно, они к этому способны. Ну, группируются, понятно. Ставят цели сначала быть как все, потом выделиться, занять место лидера. Все хотят, что с ними делать. Игра должна быть достаточно сложной. Ну, типичный пример – игра «Мафия». И они в это, кстати говоря, играют с удовольствием. Различные квесты, где нужно выполнять сложные задания и так далее. Вот это детям этого возраста. У них вызывают больше и здесь, чем игры «Холота», «Любовар» и так далее. Осмысленная, деятельностная, очень рекомендуется вместе с ними разрабатывать эти квесты, игры и так далее. Это может быть, конечно, длительная подготовка, но это не месяц подготовка. В данном случае длительность – это от одного до трех дней, больше не нужно. Дальше энтузиазм их теряется, и они переключаются на более какие-то привычные, интересные, яркие вещи. Поэтому очень длительная подготовка не нужна. Важно, чтобы подростки сознавали нужность и полезность игры. А как они ее будут сознавать? При какой ситуации они понимают, зачем эта игра? Почему она полезна? Почему она нужна? Когда они сами придумали ее. Все свое. Как для вас, для каждого, ваш проект самый нужный и самый полезный. И если кто-то не понимает, зачем он нужен, вы понимаете, что этот человек для вас становится врагом. Потому что, что это вы не понимаете так вообще? То же самое происходит в голове у подростков. Если они это придумали, это для них супер важно. Когда мне на этой смене, где дети у нас сами придумывали, мероприятия проводили, я не помню точно, как она сейчас называлась, но что-то там в переводе какая-то белая дискотека. И все. И не свернуть был этот первый отряд вообще ни с какой. Зачем ему эта дискотека белая? Ну вы мне скажите, какое это социально значимое мероприятие? Там же лидеры, детские лидеры. Давайте о социальной полезности там говорить еще чего-то. Вы что не понимаете, да? Это же вообще социально полезно. Это же белая дискотека. Я говорю, и что? Да ничего. Вот так мы продуктивно и поговорили. До тех пор, пока мы не начали выяснять, что это за дискотека, какие истоки у нее, какая акция проводилась на этой акции, то-то, то-то, такие социальные задачи, ну слава богу, выяснили. Поэтому вот то, что они придумывали, то и есть важно. И не сравнивайте, пожалуйста, вот я и сама, например, часто страдаю таким излишним критиканством, но я постоянно себя отдергиваю, в каком смысле? Мой социальный опыт и мой опыт разных мероприятий и так далее и опыт этих старшеклассников – это же разные вещи. Поэтому в этом отношении вам нужно быть готовым к тому, что то, что они делают, то, что для них ново, для вас, может быть, не новое, вы это уж делали. Но каждый из вас и каждый из этих ребят, они должны получить свой социальный опыт. Сначала простой игры, которая кажется им там сверхсложной и суперинтересной. Когда они это попробуют, только тогда они могут перейти на следующий этап более сложной игры, и если вы им какой-то более сложный вариант предлагаете, они его не видят, они его не слышат и не понимают, потому что у них другой социальный опыт. Поэтому, когда вы разговариваете, например, с трудными подростками и что-то придумываете, вам может казаться, что вот это интересно и это им полезно, а им может казаться, что им просто какая-то, не знаю, вечерина совместная интереснее гораздо. Ну, так вы начните с этого. Но принесите в содержание этого вечера то, что будет им капельку полезно, и потом по шажкам двигаться вперед. Поэтому все равно, когда мы проводим определенные мероприятия, программы для кого-то, мы должны в первую очередь ориентироваться на те интересы, которые существуют у этого возраста и у этих детей конкретно. Ну, если вернуться сюда, что игры выполняют коллективообразующую роль, мы с вами в этом возрасте детей учим быть частью коллектива, они уже способны быть частью коллектива, у них все уже там рефлексивные возможности существуют. Ну, вот, включение детей в групп, интерес поддерживать к видам деятельности, про это мы уже сказали. Ну, если есть вопросы по возрастным особенностям, я готова на них ответить, чтобы перейти к четвертой части, к самим проектам и к особенностям написания своих проектов. Есть вопросы? Да. А если группа разновозрастных на кролике? Вот, это сложная ситуация, на самом деле. С разновозрастными группами работать непросто. И здесь вам необходимо учесть интересы всех детей, и тогда то, что вы предлагаете, оно должно быть таким многослойным. То есть, например, вот эту часть работы могут выполнить маленькие, вы даете им эту работу. Старшим она будет неинтересна. Эта часть работы либо может организовываться старшим, либо у старших должна быть своя какая-то отдельная тема для работы. Если это не один аниматор работает, в данном случае на площадке, тогда лучше занимать детей разного возраста. Но вообще разновозрастные коллективы – это хорошая среда для развития ребенка. Другой вопрос – как именно эта среда организована. Например, в прошлом году мы целенаправлены, например, в лагере на детской команде. Мы сделали такой разновозрастной отряд. Но там изначально был посыл – старшие заботятся о маленьких. И все время эта идея продвигалась, что мы все равны, что мы одна команда. И отряд так и двигался вперед. Старшие за чуть меньшими, чуть меньшие за еще чуть меньшими. И вот такая вот лестница у нас двигалась. Но к этому готовы должны быть сами педагоги. Я бы, наверное, не очень рекомендовала целенаправленно организовывать такую вещь, если у вас нет специалиста, который готов так работать. Ну, потому что они однозначно разойдутся по интересам. Маленькие начнут играть в свои игры. Средние начнут с большим удовольствием включаться в какие-то такие активные игры и развлечения. И маленькие, если с ними играют, то это конфликтная ситуация. Ну и старшие тоже соответственно. Поэтому смотрите, готовы ли вы к таким разновозрастным штукам. Но если вы готовы стать лидером этой группы разновозрастной, если вам это интересно, если у вас есть способности уфлечь всех, это потрясающий воспитательный эффект несет. Поэтому подумайте. Это может стать интересной задачей и для вашего развития, и для вашего опыта. Еще вопросы? Какие? Все так сложно, да? С каким количеством детей комфортно одному аниматру? Ну, я бы обозначила цифру 10. Есть аниматоры, которым все равно какое количество детей. 5 или 25. Если человек с удовольствием сам играет, если он умеет быть лидером команды. Ну, вообще, я бы ориентировалась на человек 10. Такая микрогруппа, 10-12 человек, с которой можно разные игры, во-первых, применять. Потому что есть игры, которые рассчитаны на большое количество людей, есть игры, которые рассчитаны на маленькое количество участников. 12 человек, это такие игры, которые можно играть и маленькими группками, и всем вместе. То есть можно варьировать разные игры. 10-12 человек, это микрогруппа. Но есть, говорю, и люди, которые вообще с удовольствием 25 игром играют. Ну, а есть аниматоры, которые с тремя, они могут справиться. Поэтому по-разному. Ну, 10-12. Еще вопросы? Нет, на самом деле это ведь не страшно и не сложно. На самом деле вы... Вот когда вначале я у вас спрашивала, я не случайно спрашивала, я выясняла, какие у вас представления и чего и как. На самом деле вы очень многое делаете в нужном направлении, но происходит это пока интуитивно. Вы понимаете, что вот этим детям будет интересно то-то. Вы это попробовали, у вас это работает. То есть вы опытным путем определили многие правильные вещи. Другой вопрос, что захотите ли вы сейчас выйти на новый уровень и делать это осмысленно. Вот это уже вопрос, как говорится, вашего развития. Будете вы двигаться вперед или вы будете оставаться на том месте, на котором вы и есть. Но я думаю, что если вы здесь, если вы пишете про это проекты, если вы в деле, значит вы точно те люди, которые будут двигаться вперед. Ну, поначалу больно, а потом же все нормально. Все легко и просто. Поехали дальше. Ну, давайте перейдем непосредственно к самим проектам, к особенностям написания проекта. То, о чем я сейчас буду говорить, это не догма и обязательно. Это то, что мне кажется, с точки зрения опыта, было бы целесообразно делать. Но опять же, вы слышали вначале, что вы работаете в очень разных условиях, в очень разных организациях, с очень разными детьми и программами. Поэтому адаптировать разные идеи под свои условия – это ваша задача. Ну, согласитесь, что без этого, ну, все бессмысленно. Если вы изначально не понимаете, для кого вы все это делаете, и в каких условиях вы это делаете, все остальное, что вам придумано и с таким трудом подобрано, сформировано и реализовано, оно может оказаться неэффективным. Поэтому, да, у вас есть определенная задумка в голове. Да, вам интересно, например, тема такая-то или тема такая-то. Но вы подумайте, пожалуйста, для кого и как. Вот очень же хороший вопрос был, а как мне детей-то собрать? Дети не могут быть собраны в кучу для реализации вашей затеи. Это ваша задача – реализовать потребности той аудитории, которая нуждается в этих анимационных программах. Поэтому первое, что вы должны сделать, и, возможно, это должно быть предусмотрено и в рамках вашего проекта, а может выйти за рамки проекта. И если вы, например, сейчас вот такую диагностику проведете, это же будет лишнее обоснование актуальности вашей программы. Потому что, ну, вот мы изучили, например, в двух школах Каргополя, провели нам диагностику среди родителей и детей. Оказывается, у нас 70% детей остается и никуда не уезжает. И родители прям криком кричат, давайте мы вот что-нибудь придумаем и проведем. Вы уже изначально понимаете, что у вас дети, например, там 12 лет, 13, и никуда не уезжают. Или наоборот, маленькие ребята у вас не уезжают. Поэтому вот анализ условий, в которых эта программа будет реализовываться, идеальный вариант, если вы сделаете пилотное изучение до того, как вы отправили проект, и это ляжет в обосновании его актуальности. Потому что если вы такой картины не имеете, это все виртуально нарисованное. А может случилось так, что все дети вашего населенного пункта, района, получили бесплатные путевки и уехали куда-нибудь в Крым? И все. И все. И кого собираем? Активное поколение? Быстренько. Да. Быстренько переписываем проект на активное поколение, и все. И пенсионеры нам в помощь. Хотя тоже хорошо, между прочим. А все пенсионеры района уехали за детьми в Крым? Потому что им дали путевки бесплатные. Ну, мы, конечно же, шутим. Но, тем не менее, уважаемые авторы проектов, вы должны объективно представлять, с какой аудиторией вы работаете. Вы себе облегчаете жизнь, получая эту информацию. Интересна эта тема экологии или неинтересна? Я понимаю, что внутри этой темы есть бесконечное пространство, интересных вещей. Но, если вы детям напишите, ребята, будет ли вам интересно прийти нам послушать про экологию? Ну, я не думаю, что дети в летние каникулы захотят дотяготить себя этими вещами. А если вы эту же информацию подадите немножко по-другому, то дети заинтересуются, и, возможно, они, может, и не планировали вам прийти, а теперь они будут знать, будут узнавать. А есть ли такая площадка, где лаборатория каких-нибудь химических проблем или еще чего-нибудь? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...